Для этих детей фраза Это традиционное соревнование, которое проходит здесь на базе нашей школы В программе «Веселый дельфин» Девушки 2002 года рождения и моложе Мальчики 2000 года рождения и моложе Соревнования «Открытое первенство» города Гродно по плаванию Значит, они же приравниваются и к областным соревнованиям Здесь приехало у нас три команды Города Лиды, значит, Билкарт и наша команда «Азюшор» номер пять По итогам соревнований сформируется команда Гродненской области Которая будет сражаться за победу в республиканском первенстве Лучших определят более чем из ста спортсменов из Гродной Лиды В итоге в областную команду войдут 10 мальчиков и 10 девочек На протяжении трех дней они должны выполнить ряд нормативов В обязательную программу входит дистанция 400 метров вольным стилем И 200 метров комплексным плаванием К слову, в Гродно сегодня водный спорт находится на очень высоком уровне Подготовка идет полным планом На этих соревнованиях отберем команду от области Если раньше выступала школа, то сейчас будет команда уже сборной области Поэтому мы надеемся, что будет хорошо выступать Детей такого возраста у нас очень много Сейчас плавание начинает, наверное, новый виток свой Поэтому очень много детей этого возраста Воспитанники Гродненской школы Олимпийского резерва номер 5 Постоянно участвуют в различных соревнованиях и добиваются высоких результатов Недавно юные спортсмены были на первенстве в Польше А в скором времени отправятся на литовский открытый чемпионат по плаванию Школа развивается В этом году мы сделали ремонт Заменили всю вентиляцию Тренерско-преподавательский состав совершенствует свое мастерство В школе подготавливаются мастера спорта и мастера спорта международного класса То есть все эти детки предшествуют И в дальнейшем они будут выполнять те нормативы высшего спортивного мастерства И оттащивать свое мастерство Республиканский этап первенства в программе «Веселый дельфин» Пройдет в Гродно с 10 по 13 декабря Где можно будет увидеть первые победы Возможно, будущих чемпионов нашей страны Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+.